Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу «Корох». Неисчерпаемая тема сегодня. Шершеля Фаум. Материалов много, давайте очень коротко. Бог создал мужчину и женщину с разными качествами. Он создал их с разными способностями. И все это специально для того, чтобы каждый подходил для своей роли. Мужчина представляет собой более добрую часть, постоянно желает давать, которое иногда может быть нечетко определено, а порой и даже неуместно. Женщина представляет собой ДИН, суд. Это способность определять границы, когда, где, где это добро ограничивать и так далее. Мужчина связывает, кому-то больше связан с Солнцем, которое неизменно восходит и заходит каждый день без отклонений, курса. Это стабильность такая. Женщина подобна Луне, которая регулярно проходит через цикл перемен, это символ изменчивости эмоций. Вообще, объективно говоря, мужчина и женщина это два существа с разных планет. Разные абсолютно люди. И для того, чтобы им сосуществовать вместе, это только Бог может создать такую систему, потому что в сути это невозможно. Мужчина иногда проявляет доброту, приглашает кого-то в гости. Женщина, обладая интуицией, определяет приглашать ли его во второй раз. Мужчине нужен более такой тонкий подход в отношении с Богом, помогающий понять и укрепить веру. А женщина, она с более развитыми эмоциями сумеет ощутить Бога на более высоком уровне без этого. Вот теперь, когда я рассказал, насколько они разные, теперь давайте подходить к единству. Муж и жена в Талмуде называются единым целым. И объясняется это не только как единство семьи, так и так далее. Это еще и духовный такой корень имеется в виду. Написано, что за 40 дней до рождения на небе объявляют, такой-то будет, с такой-то и так далее. То есть все это предопределено и случайных браков, случайных ничего не бывает. Задают такой интересный вопрос. Вот мне супруга, я уже рассказывал коротко, предопределена сверху, а я вот женился второй раз. Как это быть? Написано, что все это описано у наших мудрецов. Предопределенное считается завершающее замужество или супружество, в котором ты оказался. Все, что было раньше, связано с Гильгулим, с неотработанными какими-то вещами, с долгами в прошлом. Особо считается, что слияние вообще мужа и жены, и если небо дает такое добро, это идеально, это в общем ребенке. Потомство делает их родственниками, написано в Талмуде, как сводные братья и сестру. И связь между мужем и женой считается намного ближе, чем с родителями, потому что с ними отношения в прошлом, а с женой в будущем. Обычно будущее человеку дороже прошлого. Кабала говорит, что родители, рожая человека, объединяют души отца и матери, которые вначале были связаны наверху, а потом на небе разделены. И в ребенке объединяются снова. И средняя это такая линия от двух разных людей на тот момент, когда они родились в празднику. Отношения мужа и жены немножко разные, по обязанности разные. Жена принимающая, и у нее нет таких обязанностей, как у мужа. А вот, например, у нас мудрецы пишут, что к празднику муж обязан покупать жене какое-то украшение или платье, чтобы радовать ее. Со своей стороны, женщина не обязана ничего покупать мужу, даже если у нее есть собственные доходы. Например, вот так. И вообще, сказали мудрецы, что создатель дал женщине больше разума, чем мужчине, поэтому она достигает раньше зрелости ума. А теперь, как это связано с нашей недельной главой. Наши мудрецы рассказывают, что великое падение короха случилось из-за его жены. А спасение описанного там Она Бен Пеллет тоже произошло благодаря жене. Это вот прямо в этой недельной глава этим занимается. Написано, что Она Бен Пеллет спасла его жена. Она сказала ему, какая тебе разница? Ну что ты все время лезешь в эти драки? Кто будет править? Тот или этот? Что один, что другой, тебе ничего не изменится. Меняй свои планы. Она села у входа в дом, расплела волосы, предварительно напоив мужа. А уровень людей был такой, что увидев женщину, когда подходили соучастники короха, видели женщину с распущенными волосами, они также убегали. Вот написано в книге Мишлей, мудрая жена устраивает свой дом. Это означает, что как бы кто ни хотел, что бы кто ни думал, а все-таки все в доме зависит от жены. Мудрая жена устраивает свой дом, повторяю. Слово хохмот, это опубликовано со знаком потах такой на иврите. Потому что это несуществительное. Мудрая женщина строит свой дом в том плане, что они существуют, эти дома, благодаря им. Разрушается он тоже благодаря в основном женщинам. Написано, что жена короха все время подстрекала его, вот видишь, вот видишь и так далее. То есть все от женщины, хоть вверху, хоть внизу. Поэтому надо всегда помнить одну важную вещь. Супруг достается по решению Творца. Случайных браков не бывает. Кстати, как шутку в конце скажу. Сказали мудрецы, тот, у кого жена не очень хорошая, не увидит ада, геенома. Учитывая скоротеченность нашей жизни и вечное пребывание в следующей, то на самом деле надо было молиться о том, чтобы жена была не очень хорошая. Так, шутка. Итак, все зависит от жены. Хорошее и плохое. Все зависит от отношения мужа к жене. Хорошего и плохого. Поэтому нам не на кого пенять. Брахавы от слаха. Хороших нам семейных отношений. Поехали. 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 Продолжение следует...